К другим темам. 85-летие Ненецкого округа отметят с масштабом. Сентябрь для жителей региона будет насыщенным культурными событиями. Организаторы обещают, интересно будет всем. Мероприятия постарались подобрать для аудитории разных возрастов и интересов. Культурный марафон в честь юбилея округа начнут 2 сентября с открытия Первого Арктического фестиваля классической музыки. За три дня жители региона смогут познакомиться с творчеством сразу нескольких исполнителей современности. Дмитрия Когана, Максима Пастера и Ларисы Юдиной. На следующий день после завершения фестиваля в округ приедут представители другого искусства. Наш регион включен в программу «Большие гастроли. Театральное лето России-2014». Ненецкий округ у нас, правда, небольшой, но тоже участвуем. К нам приедут представители Государственного центрального театрального музея имени Баховшина из Москвы, которые будут проводить здесь образовательные лекции, беседы о театральном искусстве. Первая лекция пройдёт 6 сентября. На ней актёры расскажут о своей профессии и приоткроют тайны мира за кулисье. Юбилей региона совпадает ещё с одной значимой датой для Ненецкого округа – 515-летием первого города Заполярье. С 18 по 20 сентября в Нарьинмаре проведут научно-практическую конференцию «Пустозерск и русская Арктика. История, культура и современность». Прослушав курс лекций от исследователей севера из Петербурга, Москвы, Перми и Сыктывкара, жители округа смогут в прямом смысле коснуться истории. Археологический практикум проведёт известный археолог, который сегодня работает в городище. «Будет возможность у каждого желающего познакомиться, узнать о том, что такое археологические работы, как они проводятся, и, может быть, даже поучаствовать, помочь, значит, либо в засыпке раскопа, либо будет показывать, как зачищать стенки». Также в Пустозерске торжественно откроют обелиск, ушедшим на фронт. Как сообщают в Управлении культуры города, облик Нарьинмара тоже ждут перемены. «Приближается дата 70-летия Победы на следующий год, и вот в рамках подготовки и к юбилею округа, к юбилею Победы, были запланированы, сейчас начинаются работы по ремонту памятников, посвящённых теме Великой Отечественной войны. Это и обелиск Победы, это и памятник буксирному теплоходу «Комсомолец», и благоустройство территорий возле Олена транспортных батальонов памятника и портвейкам Нарьинмара». Пик празднования придётся на 21 сентября. Вместо традиционного дня города на площади пройдут народные гуляния, посвящённые 85-летию Ниньского округа. Праздничная программа рассчитана на весь день. Для жителей округа проведут концерт, организуют детские конкурсы и выездную торговлю. Завершится праздник салютом.